Вопрос, знаете, не совсем по вашей сфере, но запишите. Я вот подписана на районную газету, читаю, смотрю, и вот вижу, что было такое мероприятие, где дети, военные, оружие. И вот, скажите, вот у нас же закон есть, который вообще запрещает детям оружие в руки выдавать. А вот тут дети-школьники, ну, им лет 12-14. И вот они стоят, значит, примеряют, в руки берут. И мне интересно, вот кто это такие мероприятия организовывает, почему они вообще проходят для детей? Только это вопрос, и все. А что еще там можно у вас спросить? Меня вот это вот правда интересует. Я педагог, и мне очень непонятно, что это нашим детям сейчас предлагают и с какой целью. Просто я ваш вопрос уже слышал на других сайтах, смотрел. Такой же самый вопрос вы задаете у детей. Да, потому что во всех районах делают одно и то же. И мне очень интересно, зачем вы, взрослые, это делаете с детьми? Как-то вопрос можно задавать во всех районах, но дети все равно должны понимать, что прошли наши деды, прадеды, чтобы этого не допускать. Это вы думаете, что вот это им поможет, этого не допускать? Ну, понимаете как, это философские вопросы и ответы. Это же не моя сфера, вы меня спросили. Ну, слушайте, вы взрослый человек. Вот у вас, наверное, дети же есть, правда, в школьнике или уже закончили? В школьнике. Вот вы хотите, чтобы вашим детям в руки оружие давали? Это нормально вообще? Вот вы как отец так считаете? Я хочу, чтобы мой ребенок знал, что такое оружие. Зачем? И не боялся, если что-то не случится, чтобы он знал, как его применить. А что вы думаете может случиться? Да все, что угодно может случиться. То есть ребенка на войну отправите, да? Почему нет? Все должны защищать Родину. От чего? От всяких таких вот последствий, которые вы спрашиваете. Он должен быть готов. Армия для этого есть, чтобы подготовить. Он же все равно оружие там будет проходить в срочную службу. Смотрите. И поддерживает это оружие там. Да, но я вам говорю как педагог, изучавший человек детскую психологию. В армию идут взрослые люди, которые понимают вообще цели, полагания, оружие и так далее. Дети, подростки, даже младшая школа. Вот тут девочки на фотографиях, они вообще маленькие. И она с улыбкой дергает затвор автомата. Вот ребенку это для чего? Чтобы понимать, что это такое. Что она должна понять? Ребенок должен развиваться во всех направлениях, а не в белых и розовых тонах. А какие еще направления вы предлагаете детям для развития? Нет, давайте так. А что вы предлагаете? Что нам надо, чтобы мы жили и отрицали, что есть такая составляющая в жизни? Так а что, в Беларуси есть какая-то угроза? Вы к войне готовитесь? Не-не-не, вы подводите в свою сторону. Вы мне ответите на мой вопрос. Подведите меня в свою сторону. Не-не-не, я вас конкретно спрашиваю. Вот дети, которые, как вы подразумеваете, не должны видеть оружие, то есть должны жить в розовых очках и не обращать на это внимания, что это и нет составляющей вообще в мире. Какой? В мире или в Беларуси? Да вообще и в мире, и в Беларуси. Ну вот вы мне ответите. Вот ребенок должен жить и не знать. То есть мы должны оградить от этого. Девочка, мальчик, какая разница? Вообще, если вы спрашиваете меня... Это не касается этой темы? Да, я считаю, что да, ребенок до взрослого состояния должен быть от этого огражден. То есть детям... В процессе состояния какое время? 18 лет. 18 лет. Вот после 18 лет можно выбирать военные специальности. Там же знакомиться с оружием, учиться защищать Родину и так далее. Но не в 12, не в 10. Вот вы говорите, что ребенок не должен воспитываться в розовых очках. А с какого возраста уже нужно эти розовые очки с ребенка снимать? Это должно быть школа. Я бы даже, может, и в садике немножко рассказывать. У меня ребенок... Вы думаете, что они все равно этого не касаются, даже если, ну, в патриотическом каком-то концерте... Скажите, а вот почему у нас патриотизм, это война? Нет, нет, вы мне задаете все вопросы по своей кальке, которые... Я видел ваши эти все стримы, которые вы показываете, вы мне те же самые вопросы задаете. Задайте что-нибудь оригинальное. Так, а вы не дали ни одного ответа. Дайте ответ какой-то. Нет, я вам дал ответ. Значит, с детского сада нужно начинать. Хорошо. Почему нет? Патриотическое воспитание должно быть с самых маленьких лет. И они не должны забывать то, что было. И быть готовы ко всему. Но вы же взрослые к чему-то готовите. К чему вы готовите? Мы их ни к чему не готовим. Они не должны забывать то, что было. Что именно они не должны забывать? То, что прошли наши деды. То, что уже вот это поколение, которое мы еще помним, а следующее поколение уже может и не будет помнить этого. Но они не должны забывать. Чтобы не допускать тех ошибок в будущем. И мы не будем ни с кем воевать. Мы должны быть готовы, что... Смотрите, вы не забыли ошибки прошлого, правильно? Да. Вы же, да? Вот сейчас идет война. И Беларусь косвенно, где-то напрямую в этом участвует. Вы считаете, это то, о чем мечтали наши деды? Вы считаете, что мы участвуем там? Мы там ни в чем не участвуем. А почему вы не участвуете? Это же то, о чем вы детей учите. Вы же должны участвовать. Там же ваши ценности. Там ваша вот эта вот вся патриархальная история. Почему вы не участвуете? Вы предаете свои ценности? Не-не-не. Вы меня опять на тот же круг заводите. Что я вам говорю про то, что было, и дети это не должны забывать. То, что сейчас вы опять что-то приписываете... Слушайте, ну вот я когда в школе училась, да, у меня, например, не было военного вообще уклона вот в мои годы. У нас вообще никак военная... Это какие годы? Сколько вам лет? Школу закончила 36, школу я закончила в 2006. И вот у меня вообще вся военная тема, кроме истории, у нас не было ни оружия, ни каких-то лекций там от военкомов, например, да. То есть вот что случилось? Почему раньше этого не было, а сейчас вы это делаете? И хотите делать это с детского сада? Когда я учился, были такие уроки, рассказывали нам про это все. В каком году вы закончили школу? На 10 лет я позже вас... Позже или раньше? Ну, и вы возили позже, я старше вас. Так вы раньше закончили школу тогда, получается? Я раньше говорю, ну, раньше, да. На 10 лет я вас старше. Да. И возили вас на сборы, нам показывали, как автомат разобрать. В каком возрасте вас возили на сборы? 14, наверное, где-то лет мне было. В каком это классе? 14 лет, это 6-7 класс. Да, где-то так. В 6 классе вас возили на сборы? Ну, я считаю, что это было нормально, мы это воспринимали нормально, мы поднимали это все. Ясно. А вот детей сейчас еще водят в СИЗО, например, показывают СИЗО, это вот тоже патриотическое воспитание? СИЗО, ну, вы же, вот где вы это видели, что возят в СИЗО? Там же какая-то есть надпись внизу под этой полной фотографией. Да, конечно, конечно, сейчас я скажу, где я это видела. Значит, это у нас Ганцевический район, детей на экскурсию в СИЗО повели. Для чего? Ну, там же будет цель этого. Да, это статья на сайте Ганцевического районного исполнительного комитета от 26 февраля в рамках патриотического воспитания. Это название статьи. И, значит, рассказывают, что детей повели, вот, урок мужества это называется, детей повели в СИЗО. Ну, интересно, наверное. Нужно ли, может, детей из детского сада туда повезти? Вот меня никогда не водили в СИЗО. Я даже не представляю, каким образом на меня должно вот в детстве повлиять благотворно на мою психику, на мое будущее визит в СИЗО. Не знаю, тут только есть и с точки зрения правонарушений можно сводить, чтобы узнать, что будет, если нарушить грубо законодательство. А чего вот в детском саду? Вы считаете, что оружие в детском саду можно, а в СИЗО не надо? Почему не надо? Мне кажется, хорошая профилактика может быть в ситуации, которая сейчас в стране. Нет? Нет. Ложа Викторовна, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте конкретно просто. Ну, мои вопросы, правда, они постоянно повторяются. Но почему постоянно повторяются? Потому что постоянно ответа, собственно, и нет. Ну, а я вашу позицию поняла. Вы считаете, что детей надо готовить к чему-то страшному, чтобы страшные они это не забыли? Нет. Вы меня, Ольга Викторовна, вы же меня, вот я вам два раза повторил. Вы меня все равно другую фразу под мои слова подводите. Я сказал, что дети должны помнить, что было. Так, а при чем тут оружие? Почему надо им для этого в руки дать оружие, чтобы они помнили, что было? Истории уроков недостаточно, разве? Ну, это чтобы было более наглядно, понятно. Но дети сет с автоматами в руках и улыбаются. Вот что они помнят из этого? Что это? Они понимают все, дети, поверьте мне. Они понимают, что такое оружие, что, как это воевать, что-то не очень хорошо воевать. Правда? Для этого вы приносите им оружие, чтобы рассказать, что воевать нехорошо? Мы не приносим. Это в рамках концерта, это было просто показательно, чтобы для всех понимали, что такое патриотическое воспитание. Да почему патриотическое воспитание про войну? У нас же Беларусь мирная страна. Почему надо патриотизм про войну? Почему у нас нет патриотизма? Да почему забыть? Ну вот не было у меня оружия в школе, но я ничего не забыла. Я всю книгу память районную перечитала. Я знаю своих родственников, которые в войне участвовали. Почему я должна это забыть из-за того, что мне оружие в руки не дали? Ольга Викторовна, то есть если бы на сцене оружия не было, то вас бы полностью устроил этот концерт? Ну пускай бы. Да, я против того, чтобы детям в руки физически давали оружие. Да, в этом есть моя претензия. То есть все остальное было хорошо, все было понятно, для чего это все. Только вот именно оружие в руках детей это вот... Да, потому что у нас, во-первых, есть закон, который запрещает детям давать в руки оружие. Вы этот закон нарушаете во всех районах. Ну не настоящее было, что вы... В смысле не настоящее. Вы хотите сказать, что вот это что? Это муляжи? Это пластиковые какие-то игрушки? Конечно. Ах, вот оно что. Кто дать детям, наверное, настоящее оружие? А вот, смотрите, сидят... Вопрос, если есть, давайте задать. Мы философски начинаем разговаривать. Это не философски. Это не философски. Люди задают более жизненные вопросы, которые нужно действительно решать. Например, жизненные вопросы. Сгнившие трубы, незаделанные дороги. Такие более жизненные вопросы? Где-то бывает и дорогу размыва, надо оперативно сработать. Где-то бывают другие... Для этого надо звонить на прямую линию? Да, иногда бывает, что бывает сейчас как раз весна, идет, где-то подтапливает, где-то размывает, конечно... А организации не следят за этим постоянно? Следят, но где-то упускают. Вы же поймите, это же район, это же не просто маленькая улочка, которую нужно просмотреть. Поэтому для этого нужна эта линия, чтобы где-то упустили службы, а мы где-то доработали оперативно это все. Слушайте, запишите тогда мое предложение, обсудите, может быть, после. Почему? Давайте мы заменим оружие на патриотическом воспитании на культурный аспект. Нехай дети вершики на белорусской мове читают, вспоминают дядо, какие за их воевали. А ли нехай это будет на белорусской мове, в белорусском аспекте, вось это будет некая ступень патриотизма. Вось вы на белорусской мове умеете размовлять? Вы меня опять в свои кальки пытаетесь какие-то... Слухайте, ну то, что я вас нечто там намагаю, это не отменяет того факту, что вы белорусской мовы не ведаете, и працуете у райвы конками, и формаете некие решения для белорусов. Благодаря Викторовна, еще есть какие-то вопросы? Давайте я запишу, потому что вы действительно занимаете очень много времени. Да, да, да. Вета Ганьба, Андрей Владимирович. Дед, вас бы не одобрил на вашей посаде. Все бы меня одобрил бы, дед, поверьте мне. А вот ваши дети, я бы сказал, что ваши родственники, навряд ли бы одобрили, если они воевали, и это все, что вы сейчас поднимаете... Ваш дед был полицайом? Это, может, ваш был, поэтому я вам не советовал так заварить, в отношении моих родственников. Ну-ка, дед одобрил бы то, что вы заразь робите с людьми у района. Нет, но разговор у нас с вами будет окончен, потому что вы уже начинаете открыто оскорблять моих родственников. Поэтому я ваше предложение пометю, и до свидания. Позвоню с чем? Вот вам культурные аспекты, вообще, чай, ну вот, шоки закраснелись. Продолжение следует...